Чуть громче, я не слышу тебя. Я его нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первом с данным виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Он тяжелый и большой, и раскачку вышел. Защищаем его физический биоробот с защитным потоком и чистых энергий Абсолюта. Берем Илью в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. Вместе с тонкой копией Ильи поднимайся в комнату диагностики. Один, два, три. Пошел, подъем. Мы на месте. Мы прессуем Илью, интересуемся, готовим к диагностике и чистке, доверить ли нам свое биополе на период сеанса. У него оболочка какая-то сверху. Он меня слышит? Он где-то очень внутри в ней. Хорошо, скеннер. Разрежу эту оболочку, выведи ее вместе с сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами, и подключены к ней, и отправь это все в клетку тюрьмы. Пошел процесс. Она отрывающая, эта оболочка. Готова. Вы наслышите Илья? Подавляет его сильно. Хорошо. Пытается, но его подавляет. Ящер здесь сидит. Он больше ящера, я вижу, чем Илью. Сил, мы его намерены вытягивая ящера, кидая в клетку тюрьмы. Да, будет так, а так и есть. Ящер в клетке, ящер с лицей. Тонкая копия, она плачет. Какой у нас ящер, Вера? 423. Хорошо, 423 ящер. Мне твои эмоции здесь, в комнате диагностики, не нужны. Ты находишься в клетке тюрьмы. И отсюда есть два варианта. Или ты уйдешь в галактическое ядро, или ты уйдешь в межгалактическую полицию. Если ты дойдешь до этого момента, ты туда не уйдешь, пока я не получу все ответы от тебя и все вопросы, которые я тебе буду задавать. Начинаем работать. Даю команду. На счет риска она расканирует пространство над головой Ильи под ногами. 360 градусов вокруг него. На всех семи тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, любые воздействия. От них выстраиваются каналы, ведущие в клетку тюрьму. И ответственные за эти подключки, воздействие энергии притягиваются в клетку тюрьму и становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Скэнер сканирует все семь тонких тел Ильи. Находит все. У него космический, рядом с ящером, рептилоид, два грая и стукуб и ниже бес. Какой бес? Восемь. Сколько бес находился в этом биополе? Семь лет. Даю команду тонкой копии Ильи спроекцировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоабрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности каждый подходит к своему каналу. Выстраивая также прямой канал, что у нас там была, оболочка, да, Вера? Да. Прямой канал к оболочке. И даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низкоабрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Илье. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. И возвращаем в эту оболочку все негативное патогенное, все, что он получил от нее. Пока идет реверс, скэнер, дай мне полноту души Ильи на настоящий момент. Пятьдесят четыре. Пятьдесят четыре. Он боится, он его очень боится, ящера. Кто? И сейчас боится? Да. Илья, вы видите меня? Здесь. Вы видите, где ящер находится? Вы обратились к нам за... Против меня. Все правильно, вы обратились к нам за помощью. Вам здесь бояться нечего. Сейчас бояться должен ящер. Итак, бес сидел семь лет. Суккуб, сколько ты находишься в этом биополе? Четыре года. Рептилоид и два Грея. Что вы здесь делаете? Питаемся, энергия откачиваем, забираем. Что вы остановили в его биополе? Плата есть у него, конструкция. Хорошо, пока идет реверс, скэнер. Просканируй. На чистоте рептилоида и двух Греев. Найди эту плату, выведи, отключи полностью. Все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы. Выведи это все из его биополя. И как выходит, я отправляю все эти платы в клетку-тюрьму отдельную. Это сердечная чакра, голосовая вишотха. И третий глаз, это энергетический центр пополам с ящером. Выходит это все? Вышло. Отправляю в клетку-тюрьму. Хорошо, выстраиваю прямой канал рептилоидов. Рептилоиды и двух Греев. И он реверсом отдает и в эти платы по каналам. Весь негатив, все негативные патогены, низкооперационные, все программы негативные. Все пошло назад мощным потоком. Один, два, три. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Ждем окончания всех реверсов. Все закончили. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Илья забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. И я усилию потоки в 50 раз. У ящера у него колба такая, баночка какая-то. Где она находится? У ящера. Эта колбочка переносится в соседнюю клетку. И там часть души. Хорошо. Он пугал его этим, что он заберет еще больше. Хорошо, ящер. У них контракт. У них контракт. Вот с этого надо было начать. Итак, ящер, у тебя есть контракт с Ильей? Да, они заключили контракт 15 лет назад. Какие условия контракта? Здесь компьютер, Миша. Он будет самым сильным. В чем? Игра. Компьютерные игры. Хорошо. В обмен на что? Он оттуда и получил. Подключился оттуда. Вы заключили контракт с ящером. Вы помните об этом моменте 15 лет назад? Как был заключен контракт ящера? Это было во сне или это было осознанно? Это была просьба обращения к кому-то, к твоей цивилизации, прийти помочь или как это было? Объясни, чтобы я понимал. Здесь важно разобраться. Он говорит, что он врет. 15 лет назад не было. Не было чего? У меня не было средств для... Компьютера? Игр? Да, правильно. Ну как? То, что можно было скачать. Доступа не было. Хорошо. А мы сейчас посмотрим реальную картину. Устанавливаем монитор в комнате диагностики. И, Вера, пошла эта картина. Ты понимаешь полностью все, что происходит. Момент заключения контракта, какие условия, как это было. Пошел фильм. Здесь гуманоид умешан был. Выстраиваю от ящера канал, с кем он связан. 1, 2, 3. И притягиваю этого гуманоида в клетку тюрьмы. Стоит в клетке тюрьмы. Он с ним уже не связан. Он был раньше связан. Кто устанавливал эту подключку? Кто открыл? Он ушел полностью? Следов не осталось, Вера? Нет. Хорошо. Он ходил вокруг него. Он смотрел энергии. Да. И он передал ящеру эту информацию. Он меньше, чем 15 лет. Меньше. Итак, сколько цифра загорается? 7 лет. 7 лет. Ящер, зачем ты мне рассказываешь неправду, находясь в таком положении и в клетке тюрьмы? Ты хочешь получить удар с живой плазмой? Я тебя сразу спрашиваю. Чтобы ты понимал серьезность той ситуации, где ты находишься. Я хочу показать важность своего присутствия. Обманывая меня и называя неправильные ложные цифры, ты хочешь показать важность своего присутствия, ты получишь совершенно обратный другой эффект. Ты хочешь получить, ощутить это на себе? Попробуй еще раз меня обмануть. Или сказать неправду. Или сказать вымысел. Или что угодно. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился? Да. Хорошо. Итак, реверс закончился. У ящера есть контракт. Давай, наверное, с Вера с него, и мы сразу и начнем. Потому что это все остальное будет нам блокировать нашу работу. По закону свободы воли души и свободного права распоряжаться собственными энергиями. Илья должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки, выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я, вызывая все советы, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Договора выходят активно и подсвечиваются. У него вышел контракт и несколько копий. Хорошо, Илья. Контракт был заключен. Мы это видим. Вы готовы расторгнуть все контракты? Да. Повторяйте за мной. Внутрия власти моего суверенного я, которая вошла в эти соглашения, контракты и договора, по закону свободы воли души и законному праву распоряжаться собственными. Энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Опиши. Вот из этой колбы возвращается ему часть души сперва в контракт, потом через контракт возвращается назад к нему. Но от контракта к нему тянутся как наручники, то есть тянутся энергии, которые держат его за запястье. Он искован этим контрактом. Энергии вернулись. Хорошо. Наручники на нем находятся или как? Да. Они тянутся от контракта и за запястье тянут его к себе. Хорошо. Влад, разрежь наручники. Они выходят из его биополя. Они в контракт уходят. Они как отцепляются от него. Хорошо. Скажешь, когда все выйдет. Готово. Итак, контракт аннулирован. Привая воронку в галактический эдро. Все аннулированные контракты вместе с этими наручниками, также все фантомы уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, опечатывая, растаряя. Готово. Сканер дай мне полонту души на настоящий момент. 90. 90% это значит 10% находится в копиях, которых он уже переправил. Или продал. Или оставил себя в коллекции. Как бы это ни называлось. Хорошо. Начинаем с вытаскания того, что осталось. Начинаем с беса. Бес, скажи мне, где Лярвы в биополе Ильи находятся? В ногах Лярвы и копчик. И копчик. Хорошо. Хочешь их получить? Хочешь. Значит, выходи сначала снимай все, что я оставил в его биополе. На месте доложи мне, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Еще он показывает на голову. Или на голове? Там мысли серые вокруг головы. Хорошо. Это затемнение тоже можешь забрать потом, когда я дам команду. Он с рук и с ног снял у него. С ног, как сапоги утяжеляющие. Снял все. Разрешайте забрать все Лярвы и затемнение на голове, ничего не забывая. Возвращайся назад. Приступай. Плохие, плохие мысли. Вкусные. Скажи мне, эти мысли его собственные или эти мысли ему переданы кем-то? Нашептаны. Они выходят из страха. Из страха. А страх, кто дает нам? Ящер. Когда нет души, всегда есть страх. Все верно. 46% души. Это не шутка. И я, в принципе, находился реально здесь. Все снял. В 4% для того, чтобы уже ничего не смочь нормально функционировать. Хорошо. Без все снял. Ушел в свою клетку. Сука, выходи. Снимай. Все, что я оставил в его биоп... Какую-то накидку поставил на него. Отгоняющая всех друзей, всех женщин от него. Он показывает, как восточные женщины делают себе из тонкой ткани накидку, и только глаза видно. Я увидел эту мыслеформу. Даже увидел цвет этой. Хорошо. И что это значит? В такой накидке он был? Паранджа. Паранджа, да. Абсолютно верно. Как воспринимали его люди? Как воспринимали его женщины? Кем они видели его? Сука показывает, но это не все из-за сука. Они видели, во-первых, слабость и страх. Здесь не было уверенности. А женщины любят уверенность. Уверенных мужчин. Первое. А второе, он как потел весь. Как мокрого они его видели. Понятно. Да, с суккубой есть такая фишка, что мокрота как бы выходит. Хорошо. Все понятно. Снимаем все. Все снял. Следующий у нас Грейс, рептилоидом. Кроме этих плат, что-нибудь еще осталось? В биополе Ильи? В нем нет. В квартире осталось, да? Да. Кто еще находится в квартире? Бест, ты находишься в квартире? Бест находится. И у ящера есть подключки, да? И ящера нет подключек, но там везде его энергии. Энергии ящера. Хорошо, мы их потом соберем. У Греев ничего нет в биополе. Ящер что-нибудь осталось в биополе невытащенным? Это мое биополе. Там я присутствовала, забирая его энергии. И я вышел. Дались только его энергии. Сканер просканируй. На чистоте ящера есть что-то еще или нет? Выводи все остаточные энергии, которые ты найдешь в его биополе, на чистоте ящера или уничтожай их сразу на месте. Пошел процесс. Значит, там нет подключек, но в голове есть мыслеформы и определенные реакции, сложившиеся в привычке от страха от ящера. То есть это мыслеформа. Хорошо. Эта мыслеформа подсвечивается в его биополе красным цветом. Видишь ее? Да, это сложившиеся реакции. Илья, вы хотите избавиться от этого? От чего? Включаем внутренний белосвет Ильи. Один, два, три. И он выдавливает из себя весь этот страх, всю эту мыслеформу до последней частички силы своего намерения. Он хозяин своего биополя. Он здесь решает, что в него входит, а что нет. И выдавливает это все в шар до конца. Бесстрашно. Есть. Большой шар? Как мяч. Открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Итак, на частоте ящера больше ничего не осталось. Если вытащили, даю команду на рассинхронизацию Ильи с ящером, его оболочкой, рептилоидом, двумя греями и их платами, с укубом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%. Заканчивается автоматически. Ему информация идет, что ему нужны новые мысли свежие и новые реакции, другие отличающиеся от тех, что он делал раньше. Илья, это важный совет, который вам дает, наверное, ваш куратор. Прислушайтесь к этим словам. Если вы ничего не измените на завтрашний день, опять будете зависать перед компьютером, не меняя эти мысли, рано или поздно вы наступите опять на эти же грабли. Здесь после этой чистки надо работать. Здесь надо заправлять себя энергиями. Здесь надо каждый вечер сбрасывать все плохие мысли, весь накопившийся негатив и в конце концов сбрасывать галактическое ядро, закрывая его. Вам придется выставлять защиту, защиту Меркабу, которая защищает ваше биополе. Если вы действительно хотите быть хозяином своих энергий, если вы не хотите энергии беспризорной, это значит, любой из интерферентов придет и заберет то, что ему нравится в вашем биополе. Вы должны защищать это. Я вам сказал, какая программа идет после этой чистки. Если вы ничего не измените, если вы не измените эти мысли, то даже бессмысленно ей делать проверку, рано или поздно сущности придут. Только при вашем сопротивлении, активном сопротивлении и понимании этой материи получится то, что вы будете чистым и защищенным. Итак, рассинхронизация закончилась, Вера, да? Рассинхронизация закончилась. И здесь не только компьютер. Речь идет о любых реакциях и ответах, которые у него идут автоматически. Мысли формы, которые он выдавил, у него освободилось место для новых свежих. Для новых свежих мыслей. Хорошо, найдите себе новое какое-нибудь хобби или какое-нибудь увлечение или что-нибудь такое, что вас продвигает вперед. Компьютерные игры никогда никого вперед не продвигали. Это технология сущностей. Вы просто свое время жизни теряете впустую, я вам так скажу, Илья. Итак, команду Скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Через 100. Подхожу к Илье, помогая моей энергии отстегнуть все каналы на счет 3-1-2-3. Пошел мощный удар, отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро. Канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, начинай отпускать суккуб. Ты больше в это биополе не придешь, тебе понятно. Понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки. На чистой суккуб он уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Беста, один в квартире или есть еще демон? Или черт? Один. Хорошо, пока собирай все. Я тебя отправляю в квартиру, собирай все, что ты там оставил, раскидал. После этого, когда я приду, ты мне покажешь все порталы, я их закрою. За это я тебе соберу весь негатив в этой квартире, в дорогу. Все понятно? Да. Открывается портал в квартиру Ильи, и бес уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. У нас, значит, остался рептилоид 2 Грея и ящер 423. Илья, вы хотите вернуть 10% своей души, которые пропали, украли у вас? Конечно, за этим я здесь. Сформируете это намерение в себе, твердое, выстраиваете от Ильи прямые каналы к своим частичкам души, к своему биоматериалу, к своим копиям. Все, что у него украли, каналы выстраиваются к этим объектам. Илья забирает по праву частички ДНК, частички души, весь биоматериал, все родные энергии. Все, что у него украли, возвращается назад. Он хозяин этих энергий, возвращает все свое себе обратно. Мощным потоком пошло все назад. Пошел процесс. У него два объекта. Один объект это колба, такая же. Она как за стеклом, за таким находится в определенном месте. Там есть другие колбы. Вот, поэтому мы передадим это все. Безусловно, потом Ли. Это в ее компетенции. И второй объект это копия, с которой возвращается часть души. Два потока к ним идет. Скажешь, как копия сложится пополам. Готово. Отлично. Помогаю Илья отстегнуть каналы. Один, два, три. Каналы отлетают, открывая воронку в галактической дру. Каналы летают на переработку. Закрывая, печатая, растворяя и сканер дай мне полниту души Ильи на настоящий момент. Убирай экран. Убирай экран. 100%. Отлично. Илья, поздравляю вас. Вы вернули себе только что 46% души. Илья, прошу тебя выйти со мной на связь. Здравствуйте. Представляет, если они покалечили его. Ты видишь? Услышал тебя. Мы заберем гриф и ящера. Хорошо. Рептилоида я отправлю в квартиру. Остальное уничтожите. Благодарю. И над этими артефактами, которые находятся под ними, открывается воронка в галактическое дро. Все это уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Рептилоид. Я тебя сейчас отправляю в квартиру, собираю все, что вы там установили. Я приду, проверю и отпущу тебя. Все понятно? Да. Открывается прямой портал в квартиру Ильи. И рептилоид уходит в этот портал. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Клетка пустая, посмотри. Да, пустая. Хорошо. Поехали по частотам. Пусть тонкая копия Ильи вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 550. Поднимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Ильи до числового значения 550 Гц. Пошел подъем. Идет информация, что он боится быть счастливым. Боится быть счастливым. К сожалению, это он сам только может изменить. И его душа просит поменять источник информации. Она хочет книги, где можно созидать и вдумываться. Мы передаем эту информацию, безусловно, Илье, что его душа требует изменений. Она хочет развиваться и требует книг, знаний. А не пустой. Источник информации она хочет. Источник информации изменить хочет. Так что вы должны знать, о чем идет речь. Хорошо, Илья, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Очень чувствую стержень внутри душевное. Он как вытянулся на роз и выпринял меня. Я увереннее чувствую. Это дух человека. Это энергия. Вы должны наполнять, как мы сегодня вам показали в сеансе, устанавливаться в защиту Меркаба, узнать, как она выглядит, представлять себя в ней. Все эти вещи у нас есть в сеансах, обучающих видео. Плейлист у нас есть целый для этого. Если у вас будет интерес или желание, вы можете дальше развиваться. Во всяком случае, здесь проверенная информация. И прислушайтесь ко всему, что вам было сегодня сказано. Меняйте свою жизнь. Сейчас будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. Перейдем к чистке вашей квартиры и животных. Для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Ильи в его систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим Биороботом и энергетическими тонкими телами. Готом. Отключаемся от объекта.